Здравствуйте! Сегодня рассмотрим подключение проводов люстры для нескольких случаев. Вначале я расскажу как соединить провода люстры для одноклавишного выключателя, а затем расскажу как соединить люстру с двойным выключателем. Итак, у нас есть одноклавишный выключатель и три провода на люстре. Не всегда для одноклавишного выключателя на люстру выходят три провода. Если проводов два, значит у вас нет провода защитного заземления, который не влияет на работу люстры. Провод заземления имеет желто-зеленый цвет. Я покажу как правильно соединить провода люстры и с проводом заземления и без него. В любой люстре на несколько ламп из каждой из ламп выходит по два провода. На этой люстре три лампы и три пары проводов. Берем один провод первой лампы, соединяем с одним из проводов второй лампы. Присоединяем к ним один из пары проводов третьей лампы. Соединяем эти три провода клеммником. Теперь соединим вместе оставшиеся незадействованными три провода с каждой лампы и установим на них клемму. Если из потолка выходят два провода, то подключаем их к двум нашим клеммам. Если есть третий провод желто-зеленого цвета, то его подключаем к такому же по цвету заземляющему проводу люстры. Если на потолке нет провода желто-зеленого цвета, значит желто-зеленый провод люстры никуда не подключаем. Его можно заизолировать и оставить в люстре, включив выключатель. Все три лампы люстры включатся одновременно. Значит подключение проводов люстры сделано правильно. Как соединить люстру с двойным выключателем? Мы знаем, что в любой люстре на две, три или большее количество ламп. С каждой лампы всегда выходит пара проводов. Соединяем по одному проводу с каждой пары вместе. Для нашей люстры один провод с первой лампы на вторую, затем один провод с третьей лампы на вторую, соединяем их клеммой. Это у нас будет ноль всех ламп, который на них подается независимо от того, включена ли какая-либо клавиша выключателя. Оставшиеся в парах провода разделяем на две группы. Одна группа для одной клавиши, другая группа для другой клавиши. Соединяем оставшиеся провода первой и второй ламп и установим на них клеммник. Это группа ламп одной клавиши. Оставшийся провод третьей лампы это группа второй клавиши. Если у вас на люстре больше трех ламп, то оставшийся провод третьей лампы нужно соединить с такими же проводами остальных ламп и установить клемму. Нулевой провод с потолка, он обычно синий, подключаем к нулевой клемме люстры. Фазный провод первой клавиши подаем на клему первой клавиши, а фазу второй клавиши на клему второй клавиши. Как соединить люстру с тремя проводами понятно, но если на потолке есть и четвертый провод, провод заземления, то его подключаем к желто-зеленому проводу люстры. Если провода заземления на потолке нет, то заземляющий провод люстры не используется. Его лучше заизолировать и оставить в люстре. Проверим правильно ли сделано подключение проводов люстры. Ноль на всех лампах люстры есть всегда. Подаем фазу первой клавиши. Две лампы включились. Выключаем. Подаем фазу второй клавиши. Третья лампа включилась. Включаем обе клавиши. Все верно. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.